Всем привет! И в этом видео я покажу свою рутину. То, как я каждую неделю ухаживаю за ногтями и делаю свой маникюр. Итак, начну с того, что мне нужно избавиться от прошлого недельного маникюра, если это можно так назвать. У столика, конечно, ничего выглядит, но сблизи, как видите, ногти уже сильно отросли и где-то уже подлетал лак. Поэтому я беру средство для снятия лака и аккуратно массирую ногти. Кстати, сестра мне приучила после этой процедуры всегда мыть руки с мылом. Сейчас мои ногти выглядят очень бледненькими, слишком матовыми, как будто пересушенными. Ну, сейчас мы будем возвращать их к жизни. Теперь я хочу заняться формой. Беру свою пилочку, которой уже, наверное, 100 лет. Реально в магазине она была самая дешевая, но при этом служит она мне очень долго. Ногти я хочу сделать в своей любимой квадратной форме, но с более закругленными краями. Не забывайте, что пилочкой мы движемся только в одном направлении, чтобы не спровоцировать дальнейшее их расслоение. И вот такая вот форма у меня получается. В принципе, я не привязываюсь к своей натуральной форме ногтевой пластины, потому что ногти у меня растут неровно. Как видите, на среднем пальце это очень сильно видно. Но французский маникюр делает чудеса и может скрыть все неровности. Дальше я занимаюсь кутиколой. Я возьму вот такое вот масло, которое, кстати, я сделала сама в видео на рецепт этого масла для кутикулы. Я оставлю внизу в инфобоксе, а также будет иконка в конце этого видео. Также мне потребуется апельсиновая палочка. С помощью ватной палочки я наношу это масло на кутикулу. И в принципе, люблю еще использовать вокруг ногтевой пластины для такого экстра увлажнения. Масло очень приятно пахнет и помогает без особых усилий и дискомфорта сдвинуть кутикулу на место. Жду 10 минут, пока масло впитается. И с помощью апельсиновой палочки начинаю отодвигать кутикулы. Как я говорила в своих видео, я ненавижу работу с кутикулой, поэтому я никогда ее не отрезаю, а лишь только отодвигаю. В принципе, для моего видения маникюра этого достаточно. Если же вы все-таки привыкли к обрезному маникюру, пожалуйста. Теперь я беру обычный медицинский спирт и наношу на ватный диск. Им я буду протирать ногтевую пластину, чтобы избавиться от остатков масла. И честно скажу, этот шаг мне очень помогает продлевать стойкость маникюра. Это своего рода обезжиривание, типа того, которое делают перед нанесением гель-лака. Конечно, это жестко пересушивает ногти, но чтобы облегчить вот это вот агрессивное действие, я буду ухаживать с ногтями. В частности, возьму вот такой вот регенерирующий, лечащий лак от фирмы Ноготок, который мега бюджетный, стоит 5 копеек. Но мне он подействует очень нравится. У меня он послужит и как подложкой под будущий французский маникюр, и как уходовое средство. Мне он нравится тем, что в его составе есть витамины, а также он создает на ногтях очень тонкую, как будто пленочку, которая не только защищает ногти от внешнего воздействия и действия лаков, но и очень быстро усыхает. И как будто полу впитывается. Как раз то, что нам нужно. Дальше я беру белый лак, любой, который найдете. У меня, как всегда, все самое дешевое. Но главное, ищите, чтобы кисточка была ровно подстрижена. Это важно. Теперь я буду делать свой фирменный французский маникюр. Я просто прикладываю кисточку с белым лаком на свободный край ногтя и отпускаю. Кстати, всю процедуру, как я делаю французский маникюр, поэтапно, пошагово, где я рассказывала уже в своем видео о французском маникюре. Конечно, это очень старое видео, но тем не менее, я все еще так делаю маникюр. И ссылку, как всегда, оставлю внизу и в конце этого видео. Конечно, может кто-то сказать, что неровно, неаккуратно, но это мой маникюр, и меня все устраивает. Как минимум, потому что он сдалека выглядит не так уж и ужасно. Это занимает минут 15 времени. Я не переплачиваю в салонах, и такой маникюр держится неделю. И дальше я буду использовать своего любимца. Это вот такое вот топовое покрытие от Essence, которое с эффектом гелевых лаков. Очень интересное средство, которое, видно, напоминает обычный прозрачный лак, но он намного плотнее ложится и создает как будто плотную толстую пленку. Вот по типу, как топовое покрытие в гель-лаках, но при этом его не нужно сушить под лампой. Такой лак помогает не скрыть все неровности маникюра, придать блеск ногтям, повысить стойкость маникюра. И несмотря на то, что он ложится на ногти очень толстым слоем, этот слой очень быстро высыхает. Ждем, пока топовое покрытие высохнет, это минут 5 от силы, и все, мой маникюр готов. Вот так вот мои ноготи выглядят последних пару недель, и мне почему-то кажется, что именно французский маникюр мой родной маникюр, который у меня всегда на ногтях. И, конечно же, в конце я буду использовать крем для рук. Пишите в комментариях, какой для вас маникюр является родным, и какой цвет ногтей ассоциируется именно с вами. Надеюсь, это видео было вам полезным или интересным. Если это так, не забывайте дать мне знать вашим пальчиком вверх-внизу под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. Спасибо вам большое за внимание, а я вас всех целую, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok